Ребята, всем привет! С вами Александр, Jurassic World Alive, канал Linkagame и время создать нашего гибридика, Раджа Килозавр, как-то так. Раджа Килозавр, да, ну понятное дело, что он создается из Раджазавра и Анкилозавра, а вообще, если так его название прокрутить, да, это Раджа Килозавр, короче, киллер-убийца Раджазавр. Вот такое вот у нас существо, сейчас появится, давайте мы про него прочитаем, из него еще делается уникальный Диа Раджазавр, короче, но это уже что-то такое четвероногое, типа, да, с амфибия, с горгозухом, что-то, Диа Раджазавра, сейчас мы создадим и прочитаем. Итак, хищники с тяжелой броней редко встречаются в природе, потому что с такой защитой они медленно двигаются, вместо того, чтобы преследовать добычу, Раджа Килозавр устраивает свою, используя свою массу, чтобы прогнать другие хищников и от свежебытые жертвы, ну, как делают, в принципе, все хищники. Никто не пройдет мимо свежей тушки, я думал он устраивает, да и какая разница, здесь он бронированный, пусть нападает на этих, на зауроподов, они тоже медлительные. Вот такой вот кроссаучик, ну че, выглядит хорошо, мне нравится. Давайте сейчас мы его немножко по-драконим. Че, молодец, прикольно, еще такая булава, слышите, и че он этой булавой делает? Ну, если травоядные такой булавой защищаются от хищников, то, а он че делает ей? Подбегает такой к какому-то брахиозавру, не, не брахиозавру, не, неудачный вариант, ну, допустим, к какому-то игуанодону, вместо того, чтобы его укусить, он просто ему так берет этой булавой по челюхе, да, так, хопа, нокаут, и можно есть. Интересный вариант, нам эпический, короче, это какой-то ядреный, у нас нужен эпический, раджики эпический анкилозавр. Ну, хорошо, хоть не легендарные. Давайте теперь перейдем к диараджазавру. А, нет, 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 он такой как раджазавр, только плюс шипы от кентрозавра, да? От тадзянгозавра, то есть, следующий, у кого мне нужно создавать, это тадзянгозавр, 15-й. А Тауромолох? Такие просто путешествия можно делать, что капец. А вот это кто? Парамолох, ну, у меня нету клеток вот этого парнишки. Тауромолох, такие путешествия просто капец. Так, ну, тут нужен 20-й, да? Нужен 20-й этот и 20-й этот. Ну, это, конечно, еще очень долго. Ладно. У нас есть 16-го уровня, раджики лозавр. И давайте смотрим. Трешечка жизни, урон 500. Ну, слабенький, да, скорость в жесть. Ну, короче, 30%. У него бронька. Чего по ударам? Так, не может подмениться. На 4 хода броня. На 3 хода усилялка. Только она уже... Ну, нет, все нормально. Одинарный урон. 60 к риту. И есть вот опережающий щит. Мгновенная непобедимость. Это то, чего у нас не было у раджизавра. Так, давайте по... 29, 50, 550, 104, 35. 104, 35. То есть, тут большой шанс крита, но нет брони. То есть, у раджика нет брони. Жизни намного больше. Удар практически такой же. 557. Ну, как видите, у нас вот этот на 3 хода. Нету непобедимости. Ну, в целом, да, помощнее. Тут будет приятнее. Конечно, здесь есть шанс крита. Сколько у нас здесь добавляет? 60. И там тоже 60 добавляет. Но здесь броня 30%. Это будет серьезно, ребята. Тогда мы что делаем? Делаем вот так. Кого-то мы сейчас уберем. Изменить. Раджика. Ну, можно оставить его чисто так для сравнения. Пирораптора нужно убрать. Берем вот такого парнишку. Ну, и все, наверное. Давайте, а ну, давайте тогда еще вот так вот. Идем на карту. А, у меня тут, у меня уже всего полно. А, ну, доллары. Доллары еще могут попасться. Прямо аж стал так удачно. Ну, одни дротики пока что. Так, ну, я тут движусь. Цели надо 4 с чем-то тысячи насобирать, чтобы купить 200 тысяч монет. В общем-то, ребята, через пару недель мы это сделаем. Такие у нас долгоидущие планы. Собрал я уже практически всех. Остался мне только один. Вон там раджик, конковинатор и летает птеранодон. И, ну, у нас есть вот такая вот башня. Башня непростая. У нас вот, как видите, здесь шустрики. Так, команда различных хитрых существ. Противостоять им могут бронированные существа с уменьшающим скорость способности. Ну, уменьшающих скорость такой способности у нас нет, но есть бронька. Ну, давайте начнем с раджика возьмем. Вот такого возьмем, вот такого вот возьмем. Давай вот так вот. Ну, мы будем тестировать в первую очередь раджика. Ну, если он не будет выносить, а он не будет выносить, потому что здесь все-таки 3 динозавра такого же уровня. Так, первое появление. Раджа килозавра. Успел сделать скиншот или нет? Так, ну, выглядит зачетно что-то. Ну, вот я хочу, чтобы и в этой игре, и в The Game'е, то есть добавили, добавили кручение. Так, а ну, что у тебя тут по ударам? Ну, он вот этим может, да, нас может замедлить, но замедлять нас не надо. Вот снижение урона может нам выдать. Ну, ладно. Так, это у нас на сколько ходов дает? На 3 хода, а это дается на 4 хода. Ну, у него же есть... У него же... А, вот этот, обнуляющий удар есть, да? Так, ну, стопроцентная контратака. Косарь мы сняли. Ну, он сейчас и снимется на щит стопудово. Ну, и мгновенно непобедимость здесь нам тоже никак не поможет, потому что это все-таки щит. Много он на себя принял урона, конечно, из-за того, что у процератозавра есть вот этот обнуляющий удар. Пол жизни уже нет. А вот в этой твари... Ну, у них тоже, наверное, такая же фигня. Снятие положительных эффектов. Ну, что ты будешь делать? Ну, да, он тут не очень, конечно, заходит. У нас непобедимость. Но у нас... Он, типа, замедлил нас. Ну, нам пофигу. О, он хотя бы крит у нас отработал. Но сейчас у нас его заберут. Ну, да, половина. И такое. Слабовато. Слабовато будет. И еще и кулдауны большие. Ну, то есть он не подходит, скажем так, для уничтожения сразу двоих, там, троих. Он такой. Терпила, короче. Терпит. Он может вытерпеть, да, много от одного. Но если парочка, то он все-таки не справится. Но броня. У нас же еще 30% брони. Было. Вот. Не выдержал. Не выдержал парниша. У нас есть блюха. Черт, подирип не пробивает. Придется делать так. Так, это я только второго пробил. То есть у нас еще есть полноценный один манолофозавр. Который очень шустрый даже. Можно сейчас раджика вызвать. Так, ну давай. Снимем почти всю жизнь. И чисто так для показухи можно подмениться. Ну, можно было подмениться и на гибрида, но... Точнее, они тут все гибриды на летуна, в смысле. Да, сейчас контратакает. Хватишь. И вот так вот. Снова атакует. У него она что, бесконечная? А, два таких удара. Минус 50, минус 50. А, это я вообще сейчас не продамажил. Ноль, ноль. Представляете себе. О, вот это манолофозавр выдает. Ничего себе, он пробьет сейчас моего этого... Ну, точнее, не пробьет. А точнее, пробьет. Да, давно я забыл про такое, что они накладываются друг на друга, и то есть у нас получается удар ноль. Это прикольная штука. Ау, это у нас был только один бой? Ну, ладно, значит, мы пойдем еще на арену. Ну, пачки. Еще освободилась одна соплайдробка. Ладно, давайте тогда пойдем. До сих пор осталась эта штука победить. Пять я так и не сражался. Кстати, та серия, да, у нас прерывалась. И просто игра, ну, типа, зависла. Не могла найти противника. Потому как бы не получилось у меня доснять в тот день. И получилось всего лишь там два боя. Один в плюс, один в минус. Так, ну вот, видите, опять фигня какая-то. Апатозавр может выдержать больше урона, чем любой другой динозавр. Апатозавр? У него самое большое количество жизни получается? Ну, вот какая-то лажа, значит, не ищет противника. Погоди, погоди, ребятки. Короче, я пару раз перезапустил, прождал, наверное, минут пять. И таки нашелся противник. Неужели все так плохо в мире, что в Джурасико 2 перестали играть. Всех забанили? Так, а у нас, кстати, есть какая-то фишка с подменой. Так, а что ты такой хилый? Вот у меня вопрос. Если выжил после получения урона, наносит на... Ну, это пассивочка, контратака, типа. Так, ну вот это плохо. Он нам броню легко прошивает. Но у нас щит есть. Так, у него следующий удар будет помощнее. Нам, наверное, стоит даже взять непобедимость. Черт подиуи. Он... у этого есть пробивание щитов. Блин, кто же знал, что такая лажа получится? Я-то его кританул, но мы сейчас его потеряем. Так, шеф. Все пропало. О, сейчас как по полжизни снимет. Кто бы сомневался. Давай, пробивай его, пробивай. Офигеть. Почему я не поднился на раптора, например, сразу? Хотя, раптора бы... Не, раптор бы выжил. Но ураджик пока что живой у меня, да? Худо-бедно, но живой. Так, пастиметродончик. Вот у него иммунитет есть, да? О, у нас же есть такой гибридик. А, у этого, опять же, пробитие, но он им не воспользовался. Это было прикольно, кстати. А вообще нужно было, наверное, ускоряющий удар. Так, ну у него сейчас будут эти удары сквозь броню. Вот, я. И замедлить я его не могу. Хана нам, ребята. Хоть так, хоть так. И мало жизни осталось у раджика. Мало, Федя, мало. Да, по барабану, что это там невосприимчив? Но у него сейчас эндомин уже появится. Не, юта-зинораптор появился. Ай-яй-яй. Ай-яй. Мой ход. Ну, блин, ну никак. Хоть так, хоть так. Сейчас пробьет нас. Да, с критом пробьет, конечно. Полторушку. Ой. Ну ладно. Ладно. Может, еще раз получится, короче. Ой, а, точно. Мы же выполняем еще наше пассивное задание. Короче, вот на этой картинке я провисел минут пять. Ха-ха, теперь нашло. Ура! Не прошло и трех минут. У нас появилась возможность посражаться. Выберите существо. Есть у нас раджик. Давайте снова его попробуем выбрать. Надеюсь, не будет наших пробивающих щит. Так, появился стегич. Стега Дэйч. Ну, тут надо ставить щит. Вариантов нет. Он делает то же самое. Но мы уже успеем ему нанести небольшой урон. Это будет долгая битва двух бронированных существ. У него же контратаки нет, да? А у нас есть. Ну, нифига себе, мне сквозь щит прилетело. А броня? Что-то не было написано щит плюс броня. Не было такой надписи. В чем прикол? Ничего, броня не считается? Не пишется, а вот у меня броня, смотри. Так, у него броня написалось. Щит. А, это у него удар, пробивающий сквозь броню. Я понял. Так, ну вот этот его удар, его, короче, дает преимущество ему. Тут даже не знаю. Но вот этого я не хотел, чтобы он поставил щит. Так, ну давай, живи. Ну, блин, мы сейчас вот этот вот один удар получаем. И полторушка прилетела, блин. Так, ну, этот парнишка сейчас его пробьет. Что-то как-то Раджик не сильно заходит. Вроде как должны держать хорошо. Но против обычных, получается. Кто пробивает сквозь броню, вот как этот Стигадей, да? То есть, тоже его легко пробил. Что там Трагодистис наш может? Ну, Трагодистис такого не может. Давайте Раджика возьмем. Посмотрим, как он. Ну, опять же, здесь двойной урон есть. Ну, снижение скорости нас вообще никак не пугает. Это была контратака. И теперь давайте щит. Длительная непобедимость. Это совсем была непобедимость? Непобедимость на два хода. И у него контратак, но она такая как-то нищебродская. Ладно, что делать. Один удар контратаки я сейчас пропущу, получается. Четыре, три, два, ну. Ну, 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 ну. Ну, почему не пишется, что щит плюс броня? Вот опять же, был обычный удар только что. Чё-то мне не нравится как-то. А, блин, тут брони уже нет, ё-моё. Ну да, здесь броня по нулям. Ну, давай, Раджик. Раджик, давай. Чё-то он как-то даже против травоядных не заходит. Почему так мало? Сквозь броню, короче. Если бы у него удар был хотя бы сквозь броню, да, было бы как бы поинтереснее. Так, ну пока 1-1. И жизнь у нас тоже поровну. Не обратил внимания, какого уровня был. 277 пробивает нас. Так, не, ну тут он, да. С трагодистей сам он как раз справляется потихоньку. Ну, давай, ну, быстрее. Задержки, задержки. Когда очень плохо работает онлайн сейчас в эти сражениях. Так, ну теперь следующий противник нас и добьет сразу же. Здесь без вариантов. Ну, у нас есть раптор, да, по-моему, у меня там есть. Так, гаргазу. Ну, 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 ничего не буду делать. Обычно идет удар сквозь щит. Еще и с критом. Ну, 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 сми. Но мы сейчас тоже неплохо ответим. У него иммунитета нет, в отличии от постеметрадона. И очищающего у него нет. То есть мы, в принципе, переживем его любой удар. и ему нужно подменяться если у него есть на кого иначе а если он подмениться то я буду подменяться ну походу все прикрыли и это победа так три динозаврика я победил и значит мы сейчас вот эту штуку должно получить награду и давайте заберем нашу награду ну и снова победить 10 динозавров ребятки ну что на этом тогда я с вами прощаюсь всем спасибо за просмотр и до скорых встреч